Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Как ты его? Как ты? Вы что? ДинаTorzok Как вы можете мне запретить пройти? Врать правовой какой-то Без грамотности Эти супер Так, вфиксируем, Высla Решите Ваш значок Разрешите Ваш значок, пожалуйста Ну я не могу Не вижу номер Вашего Встаньте чтоб видно Затемите, пожалуйста Вот здесь вот Октябрьское поле, оно изначально еще в 70-е годы закладывается, чтобы здесь сделать еще большое кольцо. И специально для этого вот эти вот станции, это, это и это усиливали специальными конструкциями. Это говорит о том, что когда планировали, со времен Сталина, всегда делали тройной запас прочности и делали задел на будущее для модернизации. Вот я сказал, и дальше мы уходим, потому что дальше у нас программа очень обширная. То есть очень много точек, на которые много времени просто жалко тратить на разборки. Понимаете? Я тебе сразу сказал, пошли, ты начал вызывать дежурных. Дежурные сидят, где сидят дежурные? Да, их задача запрещать, их задача не разрешать, их задача запрещать. Дежурные сидят вот здесь вот, ей пройти вот 10 шагов, извини меня, это 10 секунд. Но ты просто не сталкиваешься со съемками в метрополитене. Что? Ну как люди видят камеру, они звереют. Ну да, ну это как бы пережитки прошлого, это не наше, как говорится. Там написано, запрещена видеосъемка, но у них мозгов не хватается читать дальше разъяснение, что видеосъемка профессиональная и так далее. Давайте, все, опускаем этот фрагмент, переходим непосредственно к теме нашего сегодняшнего ролика. Шесть минут потратили на разборки. Я предлагаю сегодняшний ролик назвать очень коротко Курчатовский институт и его окрестности. Начинаем с метро Октябрьского поля. То есть вот этот выход, с которого мы идем, делаем один заворот, доходим до Академии ГРУ. То есть главное разведуправление, где готовят наших разведчиков. Потом я прохожу по дворам, показываю несколько проходных институтов Курчатова, показываю несколько институтов. И это условно называется окрестности. Самое главное, с чего я хотел начать, с названия. Октябрьское поле. Само название, корень Октябрь, оно имеет очень большое значение. Почему? Потому что этот сектор, сектор в зодиакальном круге Москвы, имеет очень большое значение для нашей страны. Это сектор, это сектор Стрельца. Под этим сектором, знака Стрельца, наша страна с 70 лет развивалась в течение советского периода. Это был очень важный знак. Почему? Потому что когда была в 17-м году Октябрьская революция, Солнце было именно в созвездии Стрельца. И это дало, заложило основу для того, чтобы развиваться в этом периоде благоприятно. Поэтому для усиления на тонком материальном плане этого знака, этот сектор по этому направлению Москвы специально усиливался многими знаками, символами и в том числе названиями Октябрь. То есть, во-первых, было Хадынское поле, которое переименовали в Октябрьское поле. Станции метро назвали Октябрьское поле. Донкультуры назвали Октябрь. Стадион Октябрь и бассейн Октябрь. То есть, это все были элементы борьбы на тонком плане. А не есть ли это элементы зомбирования просто населения? Не совсем. То есть, зомбирование, понимаете, оно бывает со знаком плюс или минус. То есть, если... Да, то есть, в принципе, вот эти вот постройки как раз, много таких красивых появляется. Раньше это были обычные дома, обычные забегалки, то есть, столовки. Вот здесь была обычная столовая, куда мне еще ребенка подводили, я помню. Дело нет. Понимаете, по зомбированию, если коротко, есть знак плюс или минус. То есть, вот то, что связано с названием Октябрь, это со знаком плюс. И поэтому вот слово зомбирование, оно не очень корректно. Оно называет какие-то отрицательные эмоции. Тут дело в другом. Усиление астрального влияния. Давайте назовем этот термин вот так. И еще. Вот я постараюсь в этом ролике объяснять, как вот соединяются вместе два мира. Мир, видимый глазами и невидимый глазами. То есть, мир реальный и мир тонкий. То есть, по поводу тонкого материального мира очень много разговоров входит. Много спекуляций. Много фальсификаций и дезинформаций. Я попробую дать некоторые знания, некоторую информацию, некоторые знаки, чтобы вы лучше могли разбираться. То есть, вот конкретный знак, что он означает, когда он был сделан, под какую цель организован и какой результат. То есть, вот эти вот знаки будут все время в наших роликах. То есть, один из первых роликов, который мы сделали, это вот первый сектор по экскурсиям по Москве. Это был как раз объект под названием ВДНХ в секторе Водолея. Почему? Куда мы пришли? Да-да, вот смотри. Мы идем вон туда. Вон к цветочке. Мне просто нужно видеть. Да-да-да. Да, правильно. Правильно. То есть, мы подходим к объекту. Я просто договариваю последние слова. То есть, первый ролик по москвоведению, который мы сделали с Ярославом, был как раз на ВДНХ. Потому что это был сектор Водолея. И под этим сектором, под этим знаком, под этим созвездием будет ближайшая эпоха, 2000 лет, под которым мы будем развиваться. А этот знак Водолея, он как раз сопутствует нашему русскому народу и русской культуре. Это было вступление, а теперь непосредственно уже сам объект. То есть, объект называется Академия Генерального Штаба Советской Армии. То есть, все знают, что здесь учат разведчиков. То есть, так и назывались Школы Разведчиков, Академия Разведчиков. Или сокращенно Академия Групп. То есть, вот три здания, центровое, левое и правое, сделаны в классическом римском стиле, с пропорциями, колоннами и красивыми украшениями. На жаргоне самих разведчиков, которые там учатся, это называется консерватория. Именно за то, что она так красиво выглядит. Там в центре находится скверик, где находится маленькая скульптурная композиция, которая изображает земной шар. И этот земной шар, собственно, он не только символизирует, а отражает место работы и цель работы как раз слушателей этой Академии. Ой, земной шар, а мы его можем отсюда снять. То есть, мы можем снять земной шар. То есть, мы можем снять этот земной шар. Может в кадр случайно попасть лица некоторых сотрудников, мы не знаем кто-то, слушатели или преподаватели. Это не страшно, потому что вот уровень секретности сейчас уже не тот, что раньше. Вот лет 40 назад за такую съемку нам бы по башке надавали бы так крепко, что до пяток дошло. Но сейчас это возможно еще по одной причине, потому что основная... Нет, мы сейчас пойдем обратно. Основная масса информации, мы сейчас разворачиваемся и чуть-чуть идем туда. Да, и ты можешь походу делать снимать. То есть, вот это, фронтон снял, да? Фронтон-то? Ну, понятно, да. Ну, тут понятно, да. А, вот то здание я вот снял. То есть, вот эти три здания. И это большой, огромный район, где находится много зданий. Живите, а тут много чего. Что здесь прервалось? Да, то есть, вот этот маленький микрорайон целиком отдан Академии разведчиков. То есть, тут кроме учебных корпусов есть еще производственный, лабораторный, полигон, стрельбище, тир, банные, прачечные, общежития, транспортное хозяйство. То есть, все, что нужно для жизни, для работы, для учебы. Но самое главное другое, понимаете? То есть, вот здесь проходит обучение каждый год. Я не буду говорить, сколько человек, я скажу только одну цифру, официально легитимную. Это 200 человек в выпуск каждый год. Но эти люди, они работают не в нелегальной разведке, а наоборот, в легальной. То есть, вот знаете, когда говорят бойцы невидимого фронта. То есть, эти бойцы, они готовятся здесь. Но непосредственно здесь, в этих зданиях, готовятся бойцы невидимого фронта, которые находятся на видимом участке. То есть, это на территории нашего Советского Союза. А те, кто непосредственно будет на невидимом фронте, нелегалы разведчики, их готовят в другом месте. И еще. Естественно, на стенах нет ни одной вывески, ни одного названия. Но все, кто живет здесь, все это знают. И теперь смотрите. Мы пойдем сейчас от этого места. Я покажу проходную, где ходят все люди. А здесь я покажу некоторые архитектурные моменты. Того, как расположены объекты, здания, архитектура, особенности и некоторые нюансы с тонкоматериальным миром. Значит, смотрите. На той стороне улицы народного ополчения. В свое время, вон за этим забором был танковый завод. То есть, вот эта улица маршала Рубалка, маршала бронетанковых войск, которая находилась рядом с танковым заводом, очень хорошо гармонировала по названию и по расположению. На этот танковый завод нас, школьников, водили смотреть, как делается с деталей для танков. И мы видели производство многих вещей. Танковый завод из местного сформировали. На его месте цель построена, ну, сами по виду догадываетесь, жилье для так называемой пресловутой элиты под названием маршал. Не будем сейчас засловить по поводу этих названий. Я хотел сказать другое. Остальные три здания, которые находятся слева от улицы маршала Рубалка, это как раз и были здания для слушателей военной дипломатической академии. И было четко распределено эти три здания. Левое, среднее и правое именно по родам войск. Дальнее, сухопутные войска. Среднее здание это для семей морского флота. Справо военно-воздушные силы. То есть, очень разумно и удобно. Что интересно. В первом этаже этих зданий расположены, естественно, магазины или объекты соцкульпыта. В первом здании, где пехота, то есть, три вида войск. Проехал, продолжай. Пехота, моряки, летчики. Там, где пехота, там был универмаг. Где летчики, там был продуктовый магазин. Извините, где моряки, там был продуктовый магазин. А где летчики, ну, самая романтическая профессия. Глубка. Там было романтическое заведение под названием кинотеатр. И название кинотеатра было очень романтической. Юность. Что самое интересное, до сих пор кинотеатр есть. Мы сейчас продолжаем дальше движение. И тут маленький один характерный деталь. Вот смотрите. То есть, вот главный хоб, который никогда не открывался. Вот я 50 лет живу в этом районе. Это моя историческая родина. За 50 лет я ни разу не видел, чтобы ворота открывались. И через эту проходную ходили. Это понятно. То есть, это фасад для, так сказать, вида. Основное движение потока машины людей идет с той стороны. Но детали архитектурные на заборах. Вот эти вот три круга лавровых венков со звездой. Они утратили некоторые архитектурные детали. То есть, в частности, смотрите. Вот на этих воротах. Сюда, в микрофон. Вы это увидите. Вот мы сейчас идем. Подожди, подожди. Крупное пламя рюрит, да? Крупное пламя обозревает пламя. Ну все. Да, то есть, эти детали понятны. То есть, они на всякий случай усилены антитеррористической блокировкой. То есть, поставлены блоки и ежи. Ну, раньше они назывались противотанковые ежи. Сейчас, ну, наверное, против... Ну, против автомобильной ежи можно назвать. То есть, вот дальше мы пойдем по забору. И вы видите, что вот эти детали, копья, они утрачены. Слышно, да? Итак, смотрите. То есть, вот в этих корпусах обучаются будущие военные атташе, военные советники. Которые официально имеют статус дипломатических представителей. На самом деле, работают, как говорится, на два фронта. И на официальную работу, и на нелегальную. Делают это они, конечно, аккуратно. И на жаргоне разведчиков это называется специальность пиджаки. Потому что ходят они не в форме в погонах, а в гражданском пиджаках. И еще к вопросу о жаргоне и слонге. Это само здание они называют консерваторией. Потому что учатся. А самое главное здание, которое находится вот туда чуть дальше, вот там 2 километра станции метро Полежаевска, называется аквариум. То есть, это была как раз главная штаб-квартира, где был располагался главный командный пункт, главное управление, и где были главные, как раз проходили, главные аналитические работы. То есть, мы сейчас сворачиваем вот этот переулочек, который называется Безымянным. Вот. И по ходу дела я пробую кое-что рассказывать. То есть, вот в этих зданиях, естественно, Сибири, в первую очередь военных, которые были связаны с академией или просто с армией. Вот. Непосредственно слушатели, они как раз проживали в общежитиях, которые находились на территории. Вот. И многие люди, которые ходят по этим улицам, то есть, вот, старожилы сразу могут определить, о, это-то за академией. То есть, вот, в частности, прямо на нас идет, как бы, группа товарищей в штатском, да. То есть, мы-то понимаем, кто они. Вот. Причем, я даже сейчас могу сказать... Планили головы. Да. Профессионально. Понимаете? Увидев камеру. Каждый выход за это проходной, это для них тренировка. Их специально здесь тренировали не только на территории, а и за территорией, чтобы они отрабатывали навыки поведения во вражеской стране. Потому что их разведчиков засылают куда-то за рубеж, и они должны там держаться спокойно, раскрепощенно. И в том числе должны уметь аккуратно уклоняться от видеокамер наблюдения. Что, собственно, сейчас эта группа ребят и продемонстрировала. Больше того, то есть, когда здесь отрабатывали непосредственно разведчики хождения по территории, я-то с многими из них разговаривал. Они потом уже, по прошествии многих лет, рассказывали некоторые нюансы. Сейчас это не секрет, потому что это все разведки это делают. И многие объекты обычные, соцкультбыта, парикмахерская, клуб, что-то еще, там все были нештатные сотрудники, связанные как раз с этой конторой. И я вот по ходу дела, будет время, я, может быть, буду рассказывать некоторые истории, которые могут показаться такими, ну так, забавными, интересными и, самое главное, познавательными. Так, вот это вот проходная? Да, то есть, собственно, это проходная, да. То есть, сейчас это данные не секретные. То есть, вот, понимаете, вражеские разведки начинают массады, кончаются, знают, что здесь, кто здесь, как, чего. То есть, многие детали известны, поэтому, понимаете, мы тут не раскрываем большую танну. Вот, тут гораздо большие таны, и знаете что? Это вот то, что находилось вот за этим заборчиком 20 лет назад. Понимаете? Медленно. Вот здесь вот, за этим заборчиком... Замри. Вот здесь, за этим заборчиком... Я с той стороны стану. Все, пожалуйста, пошел. Вот здесь, за этим заборчиком находился детский садик для детей сотрудников. Понимаете? То есть, вот профессора читают, они ребенка сдали и пошли отработать. А потом пошла волна в 90-х годах, и вместо детского садика сделали автостоянку для начальника. То есть, вот это вот секрет, который как раз не любят разглашать. А все остальное, что мы снимаем, ну, извините меня, это все детский лет. Теперь мы сворачиваем во дворы. И еще, почему мы знаем многие подробности. Сейчас вот с нами есть, в наших рядах есть единомышленники, у которых работают... Сворачиваемся, да? Сейчас покажем, куда мы идем. Да, то есть, собственно, вот он переулок безымянный. Вот, то есть, вот здесь, естественно, коммуникация, что нельзя строить ни дома, ни даже гаражи, потому что здесь очень много, так сказать, кабелей. Так, сейчас хочу заснять состояние забора. А, значит, то, что состояние забора такое разбитое, знаете, как после осады, это пусть вас не смущает. Тут есть несколько контуров защиты. То есть, в первую очередь, виды наблюдения, колючка, всякие сенсорные сигналы и полосы. И там еще второй тройной забор, вероятно, тоже есть. Но, самое главное, главных секретов здесь, на этой территории, уже почти нету, понимаете? То есть, время же кончилось, началась разгеротметизация. И основные секреты уже известны. То есть, больше того, иногда некоторые секреты мы сами отдаем своим врагам и говорим, ребят, идем. Мы идем во дворы. Да. За спиной у нас остается академия. Да. И поэтому, многие секреты мы просто отдаем американцам. Говорят, ребят, вот смотрите, что мы уже знаем. Ну и что мы будем друг другу, друг за другом шпионить? Друг за другом шпионить, тратить на это время, людей смешить. Когда вот разные бабуки во дворах знают, то, что не знают, что об квартире ЦРУ. И в то же время, наоборот, давайте уже как-то от этой шпиономании переходить уже к взаимному сотрудничеству. Поэтому, сейчас вот, знаете, хотел показать характерный момент, как строились кварталы для офицеров. То есть, в округе это называется «Дома офицеров». Потому что тогда, когда это строилось, в 60-е, 70-е годы, это смотрелось настолько великолепно. То есть, это был просто фоторизм. То есть, как планировать города для жизни, это классический образец, вы должны знать именно как раз на этих примерах. То есть, смотрите, там проходит улица, вот за этим домом проходит как раз улица Бирюзол. И вот эти вот корпуса здания, они расположены, знаете, как бы такими контурами замкнутыми, на случай, чтобы в случае войны держать круговую оборону. То есть, вот ворота закрываются железными, то есть, вот эти проезды закрываются железными воротами со всех сторон, там, значит, снайперские вышки. Но самое главное, пока нет войны, для жизни все должно быть приспособлено для спокойного, мирного отдыха. И вот здесь вот зона отдыха, так называемая зеленка, она спланирована, ну, просто вот шоколадно, понимаете, вот по-другому, вот не сказать, вот да. Вот когда вот, вот, знаете, вот если вы сможете представить себе, что здесь было, вот как раз 40 лет назад, когда построено, вот каждый вам скажет, кто здесь жил или кто видел, он скажет, да, вот жить надо именно так, строить надо именно так. То есть, вот для жизни, для развития, для семьи, понимаете, для человека, для детей. А фонтан, пошли пройдем. Вот мы сейчас доходим до фонтанчика, понимаете, и вот центровая точка соцкульпт-быта, то есть, во дворе, общее место, общественное место. То есть, вот это должен быть фонтан, символизирующий как раз движение воды. То есть, по краям маленькие архитектурные формы, например, вот эти вот вазочки. Позвонил, да? Мы идем, да. Сейчас, вазочку снимем? Ну, на всякий случай. Ну, как скажешь, ты говоришь, сейчас снимать. Да, то есть, вот эти архитектурные вазочки, понимаете, вот это как бы мелочь, деталька, ну, копеечная вещь, ну, понимаете, но она украшала это пространство, понимаете. И вот хорошо еще она сохранилась, потому что здесь все-таки порядок ведется, благодаря тому, что организация мощная и люди здесь очень такие подобрались. И дисциплина военная. Да, люди подобрались дисциплинированно, потому что у всех военные косточки, у всех осознание того, что дело надо делать, и не только разворовывать страну, у меня, типа, приватизировать. Так вот, собственно, непосредственный фонтан. То есть, в том виде, как он сейчас выглядит, это уже модернизировано. То есть, фонтан 40 лет назад был построен бетонный, и он, естественно, в 90-е годы был разрушен, без встречи. Сейчас он был восстановлен как раз только в 2000-х годах, но фонтан еще красивее был именно тогда, в 40-х годах. То есть, вот эта планировочка, чтобы люди могли, вот бабулечки, выйти, посидеть у фонтанчика в жару. Дети могли побегать, поиграть, там, площадка здесь. И самое главное, были рядом детские сады, ясли и школа. И вот мы сейчас дойдем до той школы, и по ней несколько слов хочу сказать. То есть, вот эта школа, номер 703. Значит, вы знаете знаменитый американский фильм? Знаем. С Антонио Бандерасом. Знаем? Знаем. С Антонио Бандерасом фильм называется «Дети шпионов». Значит, название «Дети шпионов» они взяли как раз под этой школы, номер 703. Почему? А потому что там учились дети наших советских разведчиков. То есть, вот шпионами тогда мы не называли. То есть, вот когда вот, знаете, вот у меня один приятель тоже, мы им оформляли визу в Америку. А ему американцы завернули, говорят, а, говорит, вы шпион. И мы как бы, а мы-то не знали. Он говорит, Ген, спрашиваем, Ген, ты что? Он говорит, шпион, что ли? Нет, я же не шпион, я разведчик. Но это шутка. То есть, понимаете, вот эта школа, здесь учились дети сотрудников и слушателей этой академии. То есть, вот так вот волей случая, ну, так сложилось, понимаете, я не виноват, понимаете? Вот у меня мама, понимаете, с Украины, из-под Рязани, мама из-под Харькова, папа из-под Рязани. И вот встретились в Москве, вот родился в Москве, и вот поселили их здесь, то есть обычных вот трудящихся, понимаете? Вот, понимаете, вот папа, обычный учитель физкультуры в ПТУ, мама, вот обычный экономист, вот работала, вот обычная учетница, смещается на метрополитене. И вот дали им квартиру здесь, и вот я попал учиться в эту школу. И только потом уже, через 20 лет, я узнал, что оказывается здесь учились... Вот эта школа, да? Да, вот что оказывается в этой школе, рядом со мной, в моем классе, в соседних классах учились дети наших разведчиков. То есть это элита нашей военной разведки, элита Красной Армии, и вообще элита нации, наши разведчики. И только потом уже, после окончания школы, лет через где-то 15-20, от них, от ребят, от знакомых, от косвенных таких свидетелей, я стал получать информацию о том, что здесь было. То есть тогда вот, когда я учился, закончил школу, даже закончил институт, работал в институте Курчатова, я этого не знал, потому что все было настолько законспирировано, и закрещено добротно, что вот эта информация до нас просто не доходила. То есть в этом был свой смысл, в такой повышенной секретности. Потому что мы делали такие объекты, проекты, которые надо было защищать от посторонних ушей и от посторонних глаз. Так вот, эта школа, чем она интересна? Обычный, стандартный, типовой проект, который зарядил в свое время еще Сталин. То есть непосредственно школа была построена после Сталина, но ее пропорции, основные цели и замыслы были сделаны как раз. Сформированы именно по приказу Сталина. То есть он говорил, под какие цели, под какие задачи, под какое количество, на сколько семей рассчитывать эти школы. И такие типовые школы ставились по всей Москве и, естественно, по всему Советскому Союзу, где была возможность финансов. По архитектурным особенностям школы, я не знаю, может быть, потом отдельно сделаем ролик, но самое главное, понимаете, там некоторые элементы. Сейчас замри, я возьму крупный план. Давай. Так, а наверху там что? А наверху, собственно... Архитектурная символика, воспевающаяся тягу к знаниям, то есть раскрытая книга. Ага, отлично. В обрамлении двух чаш знаний, то есть чаши знаний, с которых идет рог изобилия. То есть в середине раскрытая книга, символ знаний, справа чаши изобилия, дающие, собственно, изобилие и благополучие. Показывающие символически, на тонком уровне и закладывающиеся на подсознание, что основа богатства – это знания. То есть в первую очередь человек получает знания, и только благодаря знаниям он может получить богатство и эти богатства дать людям о своей стороне. То есть вот эти символические вещи закладывались во всех объектах, которые были разработаны при Сталине. Вот, остальные архитектурные особенности тоже, я не знаю, коротко, в двух словах. То есть, во-первых, ритм этих пяти этажей, то есть так называемый архитектурный ритм. То есть не просто безликая стена на пять этажей, на пять ярус. Это определяется, знаете, в определенный шаг. То есть первый этаж, третий, второй. То есть один, два, два – это определенный ритм, который создается символикой. То есть нижний этаж отделан специальным камнем для красоты, остальные два разделены определенной такой перегородочкой, подчеркивающей стремление ввысь и рост ввысь. И еще. По четырем стенам, вернее, на лицевой стороне, ну, отсюда плохо видно, собственно, горельефы четырех великих людей, которые... О, надо было снять, ну ладно. Да, которые... Ну, отсюда, может быть, видно? Нет, тут деревья вверх. Ну ладно, который составляет славу России. Ломоносов, Пушкин, Горький, Маяковский. И еще. Вот с этой точки, да, ну и остальные дома тоже офицерские, они идут до конца улицы. И вот здесь вот напротив этой школы тоже одно интересное здание, которое характерно чем? Это было первое в России и первое в мире здание крупноблочное, которое делалось именно для массового проекта. То есть это был пробный экспериментальный проект для того, чтобы сделать строительство массовым, не из кирпича, как вот этого, а вот блоками, чтобы блоки, панели делались на заводе, привозились на трофе и уже монтировались панелями для скорости и для эффективности строительства. Потому что вот такой вот панельный дом строился быстрее, чем такой кирпичный. И вот этот вот дом экспериментальный, он был, собственно, для офицеров. И он был первый у нас в России. Он, к сожалению, в серию не пошел, хотя разработка была идеальной. То есть вот я еще застал эти дома, там внутри еще по планировке, представляете, при входе был уже паркет и зеркала, и вазы красивые. И сама идея-то была отличной, но потом, когда Хрущев прибрал власть к рукам, все эти проекты свели до минимализма. То есть эти названия знаменитой Хрущевки пошло именно от того, что вот это здание взяли и функционально урезали именно до минимума. То есть панели оставили, скоростную сборку оставили, а вот смысл, прелесть и пропорции, и гармонию и утратили. Ну не то, что утратили, а именно сознательно убрали. Так, значит, вот теперь смотрите, мы доходим к повороту, который делает улица Березова, и она плавно переходит в улицу Берзарина. То есть вот мы сейчас... Да, и еще. Вот на том плане, то есть вот выше этого здания, пятиэтажного, знаменитого офицерского, высятся как раз новые здания. Это уже новоделы, которые пошли в 2000 году. То есть тут вот я хотел бы сказать такую вещь, что вот этот сектор и вообще район... Мы сейчас идем туда, да? То есть раньше назывался Ворошиловский район. Сейчас это район, одновременно, Ищухинский, Октябрьский поле, это не важно. То есть вот этот сектор, который относится к астральному, зодиакальному сектору скорпиона, он имеет одну важную характеристику. То есть скорпион – это такое живое существо, единственное в зодиакальном знаке, которое жалит само себя. То есть оно может жалить и врага другого, а может жалить и себя. Что это означает для людей? И особенно для больших масс... масс людей, коллективов, и особенно народов и стран. Что тот народ, который живет под знаком скорпиона, это не означает, что он постоянно себя будет жалить и жалить других. Нет, это означает, что он может сам себя иногда довести до саморазрушения, но это ему не страшно, потому что от этого он не погибнет, а наоборот только воспримется. Это его промотивирует на жизнь и переход на новый, более высокий уровень развития. То есть после того, как он себя ужалит, он почти переживет смерть, состояние близкой к смерти, но возродится к жизни в новом состоянии, как птица Феникс. Что это означает в реальной жизни? Непосредственно в строительстве. Это означает, что вот что-то разрушился, какой-то дом, на его месте будет восстановлен новый, но только более совершенный. То есть что это означает непосредственно для развития страны? То есть это означает, сектор, что никакие разрушения не страшны, а наоборот даже некоторые пользы от этого есть, потому что после любого разрушения мы не упадем в какой-то депрессия, а наоборот будем восстанавливать свои силы, возродимся в новом качестве, и с большей силой и энергией возьмемся за дальнейшее развитие. Поэтому в этом секторе, в нашем секторе Ворошиловского района, и в тех местах, которые я буду сегодня показывать, я буду показывать очень много мест, где вот разрушено было красивое, хорошее, старинное здание, а на его месте другое. То есть не надо этого пугаться. Почему? Потому что в этом есть как бы свой символ самого возрождения. И еще. Вот по поводу этих саморазрушений не будем дальше гнать. А хочу сказать вот что. То есть вот мы дошли до поворота, откуда начинается улица Берзарина. Улица улицы Герлинг-Генерала Берзарина, она начинается как раз с этого здания, которое сейчас называется деловой центр. На самом деле, это раньше был завод энергоприбор. Сейчас этого названия, надписях нигде нет. Мы переходим на эту сторону и идем. Железную дорогу будешь показывать? Нет. Там, нет. Да, ну собственно, железная дорога здесь идет, она идет как раз в сторону Института Атомной Энергии Курчатов. Ну, сходь, железная дорога. Давай покажем железную дорогу. Давай покажем, хорошо. Ну, конечно, нужно показать, что инфраструктура, чего люди не видят, что к заводам подведены ветки, по которым по ночам вывозятся, вывозятся. То есть, понимаете, вот к этому сектору подходит железнодорожная ветка от большого железнодорожного кольца, который идет вон там. То есть, вокруг Москвы есть железнодорожное кольцо. От этого кольца идет железнодорожная ветка, вот она идет, которая идет в ту сторону, поворачивая направо, и идет строго до Курчатовского института. По пути, естественно, дело отклонения на другие заводы. То есть, это, естественно, транспортная инфраструктура, которая была заложена, сделана очень грамотно. Кольцевая радиальная структура Москвы, она повторяется и в линиях метро, и в железнодорожных ветках. Так, сейчас мы проскочим. Ох, проскочили, здорово, нормально. И я вернусь опять к теме завода энергоприбора. То есть, вот этот завод энергоприбор, собственно, энергоприбор, то есть, он делал приборы для радиотехнической промышленности, которые были востребованы нашей военной промышленностью в годы войны. То есть, в 43-м году этот завод был построен и делал ту продукцию маленькой незаметной детальки, которые использовались в военном деле, а потом этот завод еще работал порядка 50 лет, давал продукцию. И сейчас он просто закрыт, тупо закрыт, перепрофилирован, и сейчас это названо деловой центр. Для чего я это говорю? Потому что вот наши ролики, это, собственно, видеолетопись. Видеолетопись нашей страны, которая показывает, из чего мы вышли, наши корни, наш фундамент. Почему мы до сих пор живы? Почему мы до сих пор считаемся великой нацией? Великой державой? Да, потому что мы сделали такой мощный задел и по вооружению, и по промышленности, что с нами вынуждены считаться все абсолютно страны, даже Америка, которая считает себя суперкрутой, супердержавой. Именно потому что у нас создан задел, который еще до конца не разворован. И этот задел промышленный начинался именно такими маленькими заводиками. Именно такими маленькими по всей стране, не только в Москве. Поэтому вот эти заводы, их название, их продукция должна знать наша молодежь и наши дети, для того, чтобы они знали, в будущее можно идти, только опираясь на прошлое. А здесь ни одной наклейки, ни одной надпись. И, естественно, даже ни одной мемориальной доски. Подожди секунду. Обычный деловой центр, и вот люди стоят, вот наемники, трудятся. Обычный офисный планктон. Винных, да? Крупником берешь? Ну давай, покажи. Молодые девчонки курят. То есть офисный планктон из деловой центра вышел покурить, молодые девчонки курят. Ну, блин, какая вообще гадость, а? Гробят свое здоровье. Самое главное, понижают иммунитет своих будущих детей. Своим курим, каждый сигарет. Не будем о грустном. Сейчас вот, смотри. Мы развернемся, покажем существенно наоборот вот тот объект, ТЭЦ номер 16. Против солнца видно? Все отлично. Я трубы на трубы навожу. ТЭЦ 16. Знаменитый ТЭЦ, который стали строить еще до войны, к 40-му году. Году она была уже почти готова, и к 41-м году, когда началась война, ее срочно эвакуировали. И вот тут, кстати, да, вот тут интересные два момента хотел я рассказать по поводу этой ТЭЦ. Эта ТЭЦ, теплоэлектроцентраль, рассчитывалась на то, чтобы она обеспечивала электрическим теплом вот огромный вот этот район на 300 тысяч жителей. То есть включая жилые дома и, естественно, промышленные объекты. К 41-му году был уже готов фундамент и каркас железный. Когда началась война, надо было срочно эвакуироваться, и вот этот вот железный каркас был разобран и повезен как раз, знаете куда? В Нижегородскую губернию для строительства объекта под названием РЗМА-16. Это был ядерный центр Курчатова, где делалась атомная бомба. Потом уже после войны, естественно, когда начали восстанавливать ТЭЦ, конструкцию железа взяли другую. Вот, но...